Всем привет! С вами Катя! Добро пожаловать ко мне в гости! Сегодня у меня ну просто очень радостное событие! Ко мне наконец-таки пришла моя посылка из России! Посылочка на минуточку весит 15 кг! И сегодня я хотела бы вместе с вами распаковать ее и показать, что я заказываю из России! Надеюсь, вам будет интересно! Вообще в Турции дела с посылками обстоят довольно-таки плачевно. Дело в том, что они облагаются высокими налогами. Без разницы, заказываете ли вы что-то с иностранного сайта, или вам с родины присылают посылку. Все это будет облагаться 20% налогом. И это очень-таки печально. Порой ситуация доходит просто до абсурда. В прошлом году, в конце года, мой муж на Алиэкспрессе заказывал какую-то недорогую блесну. Буквально за 1 доллар он что-то там нашел. Когда эта блесна пришла сюда, к нам в Турцию, в Анталию, он заплатил еще 1,5 доллара налога за эту блесну. То есть вот такой вот абсурд здесь творится. Единственный товар, который не облагается налогом в Турции, это книги. И то правило вступило в силу лишь в мае 2019 года. До этого и книги облагались налогами. Таким образом заказывать что-то из России или заграничных сайтов с того же Алиэкспресса уже не так выгодно, как раньше. Ну что, давайте откроем мою посылку. Я ее очень долго ждала, и я просто, мне не терпится открыть ее уже. Как вы, наверное, уже догадались, я заказала из России книги. У меня посылка вытянула на 15 килограмм 300 грамм. Я заплатила за ее пересылку около 4 тысяч рублей. Здесь у меня находится 29 книг. Зачем я заказываю книги из России в Турцию? Потому что в Турции найти книги на русском языке довольно-таки сложно. Да, можно пойти в книжный магазин, и там будет вот такая вот маленькая-маленькая почка с книжками на русском языке. Может, 10-15 штук вы найдете, и будут они стоить, ну, в 4 раза точно дороже. Был случай, когда я пошла в книжный магазин, увидела книгу Дэна Брауна «Возрождение», и ее стоимость составляла 130 лир. Это где-то 1400 рублей. Естественно, в России ее можно купить в 4 раза дешевле. Конечно, книги можно заказать в Турции и на турецком Амазоне. Они там будут стоить чуть подешевле, чем в физических магазинах. Но, опять-таки же, выбор довольно-таки скудный, и цена все равно будет выше, чем в России. Вот, например, книга Стивена Кинга «11.22.63» в Турции на Амазоне стоит 70 лир. Это около 800 рублей. Тут же я перехожу на лабиринт, и вы видите цену почти в 3 раза дешевле. Поэтому намного выгоднее заказывать из России. Я заказываю сразу скопом на несколько месяцев, и, в принципе, очень-очень довольна. Смотрите, какая красота! А что делать книголюбам за границей? Вот скажите, что делать книголюбам за границей? Вот у меня вот здесь, в городе, ну не сыскать вот такие книги. Вообще никогда вы их не сыщите. Вы можете сказать, читай в электронном варианте. Но, дорогие мои, читать в электронном варианте – это совершенно не то. О, посмотрите, вы открываете книгу. Она пахнет новыми страничками, она еще хрустит. Смотрите, как переливается. Я просто мечтаю собрать свою собственную библиотеку, и поэтому я буду заказывать книги, я буду продолжать заказывать. Ну, смотрите вот на это оформление, эту красоту. Ну, разве электронная книга способна передать вот всю эту красоту? О-о-о-о! Вот это вообще отдельного внимания заслуживает обложка. Ну, просто посмотрите, какая она великолепная. У меня здесь есть как и художественная литература, так и нон-фикшн. Вот, кстати говоря, мой любимый Стивен Кинг. Я начала собирать его серию. У меня уже почти 10 книг будет с этими, которые мне пришли. О-о-о! Сердца Атлантиды – это крутая вещь. Если хотите, не знаете, обязательно прочитайте. Ну, тут у меня Доната Каризи, популярный итальянский детективщик. Что же еще? Я уж не помню, что она заказывала. Ммм, Дмитрий Скирюк, Драконовы сны. Великолепная обложка. Та-да-да-дам! И теперь моя самая главная и долгожданная книга. Гладь, люби, хвали. Дело в том, что два месяца назад мы завели собаку. Хотя эту книгу я заказывала. Три месяца назад она дошла мне только сейчас. И мы завели. Вот это вот маленькое чудо! Все, коробка распакована. Книги пришли. Буду читать. Как же я заказываю книги из России? Да очень-таки, в принципе, все просто. Захожу на книжный интернет-магазин «Лабиринт» либо на «Читай город». Там я потихоньку, в течение полутора месяцев заказываю себе книги, которые приходят на мой российский адрес. Таким образом, у меня собираются там 20-30 книг на посылку. Моя мама все тщательно упаковывает и отправляет мне сюда, в Турцию. Кстати говоря, мама, все книги дошли просто в идеальном состоянии. Огромнейшее тебе спасибо за проделанную работу. Ты у меня супер! Я начала заказывать книги в Турцию в конце прошлого года. Это связано с тем, что до мая 2019 года книги также облагались налогом. То есть, представьте, вы заказываете книги, вы и так платите за пересылку, вы еще и платите дополнительный налог. Было очень невыгодно. Но все изменилось в мае 2019 года после твита одного достаточно-таки уважаемого профессора в Турции. Дело в том, что ему друзья из Германии прислали книгу. Он пошел на почту получать эту книгу и с него потребовали там 40 лир заплатить налога. То есть, это где-то 450 рублей дополнительно с него потребовали налога. И он опубликовал следующий твит. Как же наша страна будет развиваться, если даже за то, чтобы получить знания, за книгу, мы должны переплачивать так много, платить такой гигантский налог. И, видимо, власти действительно призадумались тут в Турции, как так, что-то не то. И именно вот на книге, исключительно на книге, налог не накладывается. Но и то здесь есть ограничения. Посылка должна выходить на сумму не более 150 евро. То есть, это где-то 12 тысяч рублей. Если у вас будет книг на большую сумму вашей посылки, то тогда вы уже будете платить дополнительно налог 8%. Ну, слава богу, хоть не 20. Но я заказываю, как раз таки вот укладываюсь в этот лимит. Я собираю посылку там в течение полутора месяцев. Может, в течение двух месяцев, пока она ко мне придет. В общем, пройдет 3-4 месяца. Я заказываю скобом. Так намного выгоднее. Намного выгоднее там заказать сразу 15 килограмм, нежели заказывать 4-5 килограмм. За пересылку будет выходить больше. Если вы также живете в Турции и сталкиваетесь с этой проблемой, вот можете делать, как я, в принципе, заказывать книги из России потихоньку, помаленьку. Ну, вот такая вот сегодня получилась распаковочка. Надеюсь, вам было интересно. Я сейчас просто буду кайфовать, трогать каждую книгу, листать ее. На это уйдет очень много времени. Надеюсь, вам было интересно и полезно это видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем приятного, хорошего дня. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok